Начало рейда по маломерным судам у госинспекторов выдалось спокойным. Патруль заметил лишь одну одинокую байдарку. К её владельцу инспекторов претензий нет. Все туристы со спасжилетами и этого достаточно. Никаких документов о регистрации для вёсельных лодок не требуется. Вводных полицейских интересует суда весом более 200 килограммов или с движком мощностью от 11 лошадей. Должно быть удостоверено право управления, должен быть на руках судовой билет, судно должно быть зарегистрировано. Судоводитель должен обеспечить безопасность следующих с ним пассажиров. Соответственно, должны быть надеты спасжилеты. Судно должно иметь действующее техническое свидетельствование. Кроме того, инспекторы смотрят и за соблюдением своеобразных водных ПДД. Так, рядом с купающимися людьми выходить на моторных лодках строго запрещено. Первые нарушители вышли на воду на надувных лодках. Мужчины явно не собирались рыбачить, а, вероятно, хотели просто погонять по содушке. Кстати, здесь это делать можно. Но на реке ограничения скорости нет. Но эти мужчины забыли о спасательных жилетах. Завидев катер инспекторов, нарушители пытаются скрыться. Впрочем, нарушители быстро поняли, что на такой реке скрыться никуда не удастся. Инспекторы попросили их подойти к берегу для разговора. Своё недовольство вынужденной остановкой. Мужчины не скрывали. В итоге удостоверение личности мужчине всё же показать пришлось. Как выяснилось, с документами на лодку отдыхающих всё в порядке. А вот заводную прогулку без пас-жилетов раскошелиться нарушителям придётся на 500 рублей. Кстати, размер штрафа аналогичен стоимости жилета в магазине, поэтому пренебрегать им смысла нет. После разъяснительной беседы инспекторов нарушители пол свой поумерили и ошибку признали. Если человек новичок, по-любому, да, он должен всё предусмотреть. А если человек уверен в себе, я думаю, и всё равно же, и всё равно надо спас-жилет иметь. Особое внимание инспекторы обращают на владельцев гидроциклов. Именно на этих плавсредствах случаются аварии самыми тяжёлыми последствиями. Мощные гидроциклы разгоняются и до сотни километров в час. В неумелых руках справиться с ними практически невозможно. Завидев женщину на гидроцикле, инспекторы поспешили к ней на беседу. Сойдя на берег, женщина тут же надела рабочие перчатки и взяла банку с краской. Начала утверждать, что её на гидроцикле не было. Отсутствуют регистрационные номера, то есть он у вас не зарегистрированный. Управляли его без водительского удостоверения, так и на право управления в маломерном судне. Со слов хозяина гидроцикла, купили его только неделю назад. Сегодня технику Людмила решила опробовать впервые. Говорит, правила безопасности соблюдала. А потом я катаюсь, что совсем мало, очень медленно. Ну, мне бы нам не показалось, что вам показалось. Ну, может, просто вам показалось, что не очень медленно. А на самом деле медленно. А не употребляли алкоголь? Нет. Свои гидроциклы владельцы регистрируют нечасто, рассказывают инспекторы. Причина в огромном налоге. В год за эту технику платить приходится десятки тысяч рублей. Поэтому владельцам проще оплатить штраф в несколько сотен рублей. Патрулируют водоемы области сотрудники ГИМС регулярно. В этом году трагедии по вине владельцев маломерных судов не было. А вот административные правонарушения случаются. Чаще всего нарушителей ловят на дюкинских карьерах. Содышку инспекторы считают образцовой рекой. Здесь по статистике нарушителей меньше всего. Плановая проверка водоема подошла к концу. У инспекторов сегодня богатый улов. Поймали трех нарушителей. Впрочем, такой рыбный день случается здесь на Содышке нечасто. Все же владельцам маломерных судов здесь люди воспитанные и дисциплинированные. Видимо, плановые проверки дают о себе знать. Никита Королёв, Александр Мажаров, 6 канал.